Я знаю, что вы очень любите в кавычках все нововведения, которые в последнее время внедряют киноделы и особенно активная студия Marvel. Не так давно мы говорили, что Кэрол Денверс в исполнении явно не любительницы публики, да и самих ее коллег Бри Ларсон, станет в будущем главным мстителем, заменив таких легендарных персонажей, как Тони Старк или Кэп. А вот сегодня новые приколы, ведь оказывается, что в грядущем Торе, в фильме Тор, Любовь и Гром, мало того, что самого Громовержца заменит Натали Портман, в то время как персонажа Хемсворда безжалостно сольют, так еще более того, Валькирия, та самая, которую играет еще одна очень специфическая дамочка Тесса Томпсон, теперь еще и отобьет бывшую девушку старины Тора, а также будет клеить его сестру. Звучит как полный бред, но это не бред, а суровая реальность. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, вы, конечно, знаете, что после Мстителей Финал, крайне популярного среди зрителей Тора, в исполнении Криса Хемсворда, который, кстати, недавно подтвердил свою разноплановость и полную отдачу работе в фильме Тайлер Рейк от Netflix, но сейчас не об этом. Короче говоря, старину Криса решили подвинуть, типа отправив бороздить просторы вселенной со стражами галактики, а по сути отправив далеко и надолго, чтоб под ногами не болтался. Вместо него в четвертой части бразды правления должна будет перебрать героиня Натали Портман и бывшая девушка-громовержца Джейн Фостер, которая теперь и поднимет легендарный молот. Ну и, конечно же, Валькирия, куда же без нее. А еще в новую часть хотят поместить давно потерянную сестру Тора Анджелу. Ну, короче, как всегда. Единственного на самом деле прикольного прежнего героя вышвыривают к чертям, ведь мы уже сейчас знаем, что участие Хемсворда в четвертом Торе должно стать больше номинальным и серьезной роли там он не получит, расчищая поляну. Вместо него в Асгарде теперь будет, блин, сплошной матриархат. Но это еще фигня и главное дальше. Ведь, видимо, чтобы окончательно добить бедолагу Тора, авторы четвертой части решили еще и заплести любовный треугольник между Валькирией, сестрой громовержца Анджелой, ну и самой Джейн Фостер. А точнее, Валькирия, которая, как мы уже знаем, станет первой открытой ЛГБТ-героиней Марвел, о чем говорил лично Кевин Файги, будет сперва клеить сестру Тора, а потом должна будет переключиться на его девушку Джейн. Да, после того, как Портман отказалась сниматься в Торе Рагнарёк, Файги говорил, мол, Тор и Джейн расстались, и все-таки как-то дико, как мне кажется, получается, что Валькирия, которую охаживал Тор, теперь охаживает его бывшую и его сестру. Какой-то чертов Марвеловский Дом-2, по-другому и не скажешь. Даже несмотря на то, что Джейн вроде как должна будет отвергнуть ухаживание Валькирии, но все равно уже сам факт такого треугольника выглядит, ну, очень странно и как-то бредово. Что ж, в такое время живем, то ли еще будет. Интересно, что при всем этом должен будет делать сам бедолага Тор. Вообще-то изначально он был тут главным, но кажется, те славные времена безнадежно ушли, и теперь вышедшего в тираж Громовержца уже никто и не спросит. Вот такие несвежие новости. Пишите, что думаете на этот счет, ставьте пальцы вверх, и не забывайте подписываться на наш канал, а также нажимать на колокольчик. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.